Начинается набор. Набор будет продолжаться год, фактически плюс-минус с небольшими деталями по времени. И набор будет проводиться, как уже было сказано, из специалистов инженерного, научного, естественно-научного профиля. Поэтому предыдущие наборы показали, что именно эти специалисты, во-первых, проходят наборы, и второе, что люди с таким образованием будут наиболее восприимчивы к той информации, которую им придется освоить в процессе полета и будут готовы к полету. Кандидат должен быть физически здоровым человеком, психически, психологически здоровым человеком, и должен быть годен к специальным тренировкам и последующему к выполнению полета. Здесь есть, конечно, некоторые особенности, потому что в рамках тех допусков, которые нам позволяют соответствующие документы, требований медицинских, конечно, мы будем обращать внимание на особенности кандидата с точки зрения гипотетической возможности полета того же из них на перспективные техники, участия в лунных миссиях. Ну, пока в таком режиме есть индивидуальная работа. Мне меньше всего хотелось бы мерить привлекательность этой работы деньгами, которую будут получать космонавты. Я думаю, что та зарплата, которую будут получать космонавты, во-первых, будет зависеть от того, что они достигли, как вы говорите, неважно, полетит он или не полетит, важно. И летающий космонавт получает больше, чем нелетающий космонавт. Наверное, люди, принимающие участие в особых миссиях, наверное, будут иметь какие-то бонусы. Могу сказать только, что зарплата космонавта существенно выше, чем средняя зарплата по стране или по региону. Она меняется, она менялась раньше, будет меняться, наверное, дальше. Но конкретно цифры я сейчас не готов называть. Единственное, могу сказать, что даже кандидата космонавта получает существенно больше, чем средняя зарплата. Те специальности, которые принимаются заявления, представители которых обозначены среди научной специальности биологи, что очень важно, и отдельно обозначены специалисты медицинского профиля, что тоже для нас очень важно, и такая определенная особенность конкретно этого.